Если собака укусила человека, то никакой в этой новости привлекательности нет. Если человек укусил собаку, то об этом будут говорить все радиостанции и все телевизионные каналы. Мы знаем несколько имен так называемых исследователей, которые утверждают, что нет необходимости вакцинации. Другие утверждают, что нет ВИЧ. Другие утверждают, что антиритвирусная терапия вредна. Можно написать какую-то абсолютную ересь и заведомо ошибочное мнение, и тебя все будут цитировать. Это не ученые, это не врачи, это не специалисты, это не наши коллеги. Это просто безумство утверждать в 21 веке о том, что ВИЧ не существует. Безусловно, качество тестов, прежде всего определяющих наличие антител к ВИЧ или антигенов ВИЧ в крови или экспресс-анализа в слюне, выросло. И в настоящий момент характеристика тестов, включая экспресс-тестов, их чувствительность и специфичность очень высокие. Если мы сталкиваемся с положительным тестом на наличие антител методом иммуноферментного анализа, ИФА, то однократный положительный результат не дает права ставить диагноз ВИЧ-инфекции. Все положительные тесты проверяются следующим тестом иммуноблотингом, в котором определяются уже антитела к специфическим для ВИЧ белкам. И здесь ложноположительных результатов нет. Я против принудительного лечения и каких-либо принудительных мер. Очень важно не заставить их прийти и тем более получить терапию. Это, наверное, практически невозможно. А сделать систему комплексной помощи. Медицинской, социальной, психологической. Понимаете, убеждения, а не принуждения. Хотя, конечно, известно, что обсуждается вопрос об ответственности матерей, которые не лечатся сами и не дают своим детям антиретовирусную терапию, препятствуют диспансерно-наблюдению тех детей. Ну вот недавно мы столкнулись со смертью женщины. Ничего, несмотря на гигантские усилия специалистов, врачей, ничего невозможно было сделать. Таким образом погибло как женщина, так и ее дети. Вот здесь, в этой ситуации, возможно, необходимо принятие неких принудительных мер ради спасения жизни ребенка.